Всем привет и добро пожаловать на канал. Сегодня в рубрике оригинал гвоз бутлег на андроид за номером 1193 танжира команда из аниме клинок рассекающих демонов. Как всегда рассмотрим коробку. На лицевой стороне коробки нет наименований компании, аниме, имени персонажей и наклейки. Даже невооруженным взглядом видно, что бутлега коробка с намного худшим принтом. А сзади бутлега нет информации о компании производителя. Дисплеи обоих фигурах полностью схожи. Единственное у оригинала имеется инструкция. Вторая пара дисплея также не имеет различий. Фон имеется только у оригинала. Теперь о комплекте. И первое что мы рассмотрим это подставки. И тут сразу мы видим различия в их размере. В том что оригинал матового материала бутлег глянцевый. Обе фигурки имеют запасной шарнир, где у бутлега нет смальника. Стойка как и подставка отличаются по размеру. Это конечно же достаточно существенная проблема для фигурки. Держатель фигурки имеется в обоих комплектах. И отличий здесь нет. Еще один держатель. А этот раз для эффектов ударов. Также не имеет отличий. А вот данная деталька уже различается по размеру. На этот раз больше у бутлега. Из части тела можно увидеть сменную ногу. Сменные руки. Мечи в обоих комплектах выглядят следующим образом. Если не считать небольшие различия в цвете. То бутлеговский меч более гибкий. При сравнении эфесов друг с другом. Можно увидеть. Что лезвий бутлега меньше. Из-за чего будет выпадать из катана. По первой мордашке мы видим. Что бутлег более дреного цвета. А также отличаются сорты. Из плюсов бутлег также цепляется к телу. Как и оригинал. Вторая мордашка имеет такие же проблемы. Как и первая. Эффект удара у оригинала голубого цвета. А у бутлега синего. Что радует. Это то что материал бутлега. Этого эффекта такой же приятный на ощупь. Как и у оригинала. Что касается фигурки. То тут конечно же не в пользу бутлега. Он более глянцевый. Хуже покрашен. Обработан. Особенно заметно при рассмотрении волос. Если посмотреть на черный цвет. Тут у оригинала я немного сломал талисман. Поэтому будьте осторожны при разборке фигурки. Шинная деталь бутлега прозрачного цвета. Но это неплохо. Просто факт. Прозрачного цвета также имеют и шарниры. На ногах. А также на тазе. Теперь о позах. Тут конечно нужно смотреть на стойки. Субтитры создавал DimaTorzok Например в этой позе бутлегу пришлось поставить лишнюю. Так как эффект удара не держится. Постоянно падает. Но наиболее дико поза та, которую вы сейчас видите. Оригинал-то можно поставить. Благодаря точности всех деталей. Таджиро без проблем стоит. А вот бутлега это просто бутлег. Стойка очень маленькая. И на деле у меня ушло полчаса, чтобы таджиро не падал. Если вам важно поставить фигурку в ней большее количество вкуса, то берите только оригинал. Который я приобрел за 3000 рублей. Правда в 2021 году. Оригинал за 1100 рублей. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь и до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok